В Маевском сельском поселении прошла расширенная сессия совета, на которой перед депутатами и жителями отчитался о проделанной работе глава сельской администрации Сергей Игнатьев. Подробности в первом материале выпуска. В работе расширенной сессии Маевского поселения приняли участие глава района Роман Сенеговский, его заместители, руководители структурных подразделений администрации. Первым вопросом повестки дня значился отчет главы поселения Сергея Игнатьева об итогах работы поселенческой власти за 2017 год, планах на перспективу. В прошлом году в казну Маевского сельского поселения удалось собрать 7 миллионов 200 тысяч рублей. Львиная доля расходов была направлена на социальную сферу и решение вопросов благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Решен вопрос освещением улиц. Проводился косметический ремонт объектов социальной сферы. Сделана большая работа по ремонту дорог. Но вместе с тем этот вопрос остается на постоянном контроле местных властей. Одной из острых проблем является проблема дорог. У нас есть улицы, где вообще дороги не имеют твердого покрытия, хотя на этих улицах проживают жители. В прошедшем году были отсыпаны улицы Ваганая в хуторе Колесников 200 метров. В хуторе Сербин это улица Набережная, Северная. Начата отсыпка улицы Кубанская. Общая протяженность составила 370 метров. В хуторе Мальевском закончена отсыпка улиц Новоселов. Отсыпана улица Зеленая от улицы Мира до Ваганой. Полностью отсыпана улица Офицеров. Общая протяженность 1 километр 250 метров. Жители также принимают самое непосредственное участие в благоустройстве своей малой родины. Только так, совместными усилиями, можно решить проблемные вопросы, уверен глава сельской администрации. Хочу поблагодарить наших жителей, которые за свои средства отсыпали улицы своим домовладением и поддерживают их в хорошем состоянии. Это Жданов Александр Сергеевич, хутор Сербин, Набережная 1А. Жданов Сергей Петрович, хутор Колесников, улица Ваганая 4. Герасименко Елена Петровна, хутор Колесников, улица Кубанская 4А. Жители улицы Осенний, хутор Колесников, бывшие дачи. В предстоящем году считаю первоочередной задачей закончить отсыпку улиц, не имеющих щебёночного покрытия, а также строительство тротуара по улице Мира в хуторе Маевска. В этом году также совместными усилиями предстоит решить немало задач. Начать ремонт аварийного моста при въезде в хутор Маевский. В этом вопросе уже большую помощь оказали депутат ЗСК Виктор Чернявский и руководство района продолжить работу по замене ветхих труб водоснабжения благоустройству территории. Глава Славинского района пообещал оказывать посильную помощь и поддержку. Вашему поселению, конечно же, мы стараемся помогать по возможности. Где-то щебнем, где-то грейдером, где-то, может быть, зарплату помочь выплатить, где-то ещё какие-то там по мелочам вопросы порешать. Поэтому и в этом году я также поставлю сам себе задачу, мы сейчас с вами пообщаемся и что-то, конечно же, будем подключаться и тоже будем помогать. Что касается перспектив 2018 года, то, наверное, всеми этими же вопросами мы продолжим заниматься и социальной сферой, и с лично-коммунальным хозяйством. И вот будем слушать пожелания жителей. Расширенная сессия прошла в форме открытого диалога. Жители спрашивали, власть отвечала. В ходе обсуждения был поднят вопрос о замене водопроводных труб на одной из улиц, который не решается уже более двух лет. По поводу замены трубы у нас была Кубанская от мира в сторону Квадыча. В 2016 году я снова задал вопрос, и представитель водоканала при всех сказал, что в 2017 году будет замена, плановая замена будет трубы. Своё обещание водоканал не сдержал. Сейчас решением этого вопроса занимается поселенческая и районная власть. Необходимое количество труб найдено. Сейчас готовится документация. 350 метров, но 400 метров дают, диаметром 110. Пожалуйста, нет вопросов. Поменяется, естественно, поменяет специализированная организация, поменяет водоканал. Давайте мы каким образом поступим. Раз он не может вам пообещать, давайте я вам пообещаю, что мы в этом году эту трубу поменяем. Договорились? Роман Сенеговский также пообещал помочь с решением вопроса по газификации сельского клуба в хуторе «Сербин», в здании которого и проходила сессия совета. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монастыренко, Георгий Калининко, Георгий Калининко, Георгий Калининко.